Можно ли собрать дом за 10 дней, а за сутки? Разработчики технологии строительства домов с помощью надувного бетона и ткани бетона уверены, что, легко и еще недавно мы удивлялись возможностям 3D-технологий, мечтали о том, что скоро здания будут строить гигантские принтеры. И вот появились новые удивительные ноу-хау, их разработчики убеждены, что дома будут не печатать, а шить и надувать. Надувательные технологии Круглые дома, необычные постройки, которые всегда привлекают внимание. Технология их строительства вызывает интересы участников форума UC.ru. Однако сооружение таких домов с использованием деревянных балок – дело не быстрое и не дешевое. Архитектор Николай Бинни предложил свой вариант возведения купольных зданий. Он предполагает строительство дома всего за несколько часов и со значительно меньшими расходами. Вернее, технологию строительства бетонных домов без швов и межпанельных стыков придумал еще в 60-х годах его отец, Данте Бинни. Первая постройка такого типа под названием Бенишелл была возведена в 1964 году недалеко от действующего вулкана Этна. С тех пор дом выдержал немало испытаний, извержений, землетрясений и ураганов. Николай утверждает, что Бенишелл минус технология не только жизнеспособная, но и недорогая. Она подходит для строительства как жилых домов, так и крупных общественных зданий, стадионов, школ, военных баз и так далее. Еще одно ее преимущество – сжатые сроки строительства и отсутствие необходимости в строительной спецтехнике. Возведение домов Бенишелл начинается с укладки, прямо поверх фундамента, шара из прочной мембраны. Вокруг него устанавливается временная опалубка. Сверху заливается бетонная смесь. Затем шар надувает с помощью мощного насоса. Еще не заостывший бетон поднимается и приобретает форму купола. Когда бетон затвердевает, шар сдувает и использует повторно при строительстве очередного дома. По словам архитектора, по данной технологии можно построить купольный дом площадью 85 КВ.М. Всего за 3500 долларов порадует жильцов и необычный внешний вид здания. А если организовать на нем зеленую кровлю, то дом будет и вовсе не подражаем. Тканевый дом. Необычную строительную технологию минус ткани бетон минус придумал и российский инженер Николай Алабаев. Он предлагает возводить дома таким образом. Стены, пол и крышу сначала шьют из двух слоев прочной ткани, которая выполняет функцию несъемной опалубки. Жесткость ей придают с помощью деревянных брусев и стальных прутьев. В сообщающиеся тканевые оболочки прокладываются инженерные коммуникации. Затем между внешним и внутренним слоем ткани заливают легкий бетон. Он застывает в течение получаса, после чего дом собирают, как картонную коробку. После сборки стены и установки окон и дверей, ткани бетонный дом готов к заселению. Николай говорит, что такое жилье даже во внутренней отделке не нуждается. Ее роль играет льняная ткань. Наружная стена представлена крепкой базальтовой тканью, сделанной из переплавленного камня. Разработчик уверен, что дома по этой технологии будут теплыми, прочными и недорогими. Около 7200 рублей за квадратный метр. Он предполагает, что сшить, залить и собрать небольшой дом можно будет примерно за 10 дней. Придется поверить, или не поверить, автору на слово. Ведь, в отличие от бенишелей, ни одного сшитого дома еще нет. А сомнений рождается немало. Насколько ровными получатся стены? Достаточно ли прочной будет ткани вся конструкция в целом? У Лобаева на вопросы скептиков есть свой ответ. Скоро вы все увидите и сами захотите жить в таких домах. Недорогой круглый дом был недавно построен в Таиланде. Про 3D технологии рассказывает эта статья.